Приветствую вас! Я думаю, что здесь достаточно многое зависит от того, как вы относитесь к своей подруге. То есть, если ваша подруга вам дорога, если вы ее цените, если вы дорожите отношениями, которые у вас есть, то в таком случае, наверное, все-таки, стоит сначала поговорить как минимум с ней. И поговорив с ней уже, вы могли бы для себя выяснить, готова ли она как-то вот участвовать в реализации ваших желаний, например, или нет. Потому что, если она, опять же, не готова к примеру, то это может послужить основанием для расставания между вами. Ну просто, потому что вы, например, не готовы с чем-то мириться, и она, например, не готова мириться с чем-то тоже, что является абсолютно нормальным. Вот, и в случае, если отношения с ней для вас не так важны, если вот именно духовные отношения для вас не так важны, и для вас больше важна сексуальная сторона. Вопрос. Вопрос. Вот. В таком случае, я думаю, что да, вы можете попробовать с проституркой не только анальный секс, как вы хотите, но и вообще все абсолютно, все что угодно. Возможно, то, что не может, или не хочет делать ваша подруга. Вот я лично, думаю, что так. Другой вопрос, если вы объективно дорожите отношениями с ней, с подругой своей, если вы боитесь, например, её потерять, если вы не хотите её потерять, а вот в таком случае, наверное, стоит не торопиться с походом к девочкам лёгкого поведения, а постараться все вопросы решить всё-таки именно с вашей подругой. Вот, например, постараться донести до неё то, как для вас, к примеру. Важно попробовать анальный секс, какой это вы хотите и так далее. Даже я думаю, что если ваша подруга вас любит, если она вам доверяет, то я думаю, что при правильном подходе, потому что против анального секса очень много есть предрассудков, которые зачастую и составляют страхи. И вот чтобы этих страхов, соответственно, не было, да, вам и нужно условно говоря расположить к себе свою девочку, а для этого потребуется время. Вот. Так что я не думаю, что сам факт того, что вам хочется попробовать другой вид секса является чем-то плохим. Вот. Я думаю, что вопрос, как именно вы хотите его реализовать. Вот. И здесь исходить придётся из того, насколько вам дорога ваша девушка. Вот. Потому что если она вам дорога, к примеру, не сильно, да, если вы не готовы ради неё поступать со своими желаниями. Вот. А вы, я напомню, не должны этого делать. Если вам не хочется, вы не должны, вы можете этого не делать, вы не обязаны. Вот. Так вот. То в таком случае можно и нужно пробовать, что хотите, но при этом стараться максимально, допустим, с девушкой быть искренним, искренним, искренним. Чтобы у неё, например, не было каких-то розовых очков по отношению к вам. Чтобы она знала, как обстоят дела, и чтобы она знала то место, ту роль, которую вы ей, ну, оставляете. Вот. В этом, опять же, нет ничего плохого, в этом нет ничего дурного. Просто если вы будете искренним, если вы будете искренним с ней, с девушкой. Вот. То это позволит вам избежать многих моментов, ну, многих, многих таких вот негативных моментов, вот, которые могут возникнуть. Вот. Но зажимать себя ни в коем случае, на мой взгляд, не стоит. Потому что вы будете неудовлетворены. Эта неудовлетворенность будет сказываться на девушке, вы будете ей предъявлять больше претензий. Вот. В общем, ничего хорошего из этого, на мой взгляд, не выйдет. Вот. Другой вопрос. Почему вы не уверены в себе? То есть вы как будто, вы как будто бы чего-то хотите. Ну, в данном случае вы хотите, вот, как раз, попробовать другой вид секса. Вот. Вы как будто бы чего-то хотите, но, вместе с тем, как будто бы в этом сомневаетесь. Вот. На эти сомнения ваши, я бы и обратил внимание, потому что, на мой взгляд, это достаточно важная история. Она касается вас. Она касается того, как вы относитесь к себе. Она касается того, как вы реализовываете свои желания. Она касается того, как вы относитесь, собственно говоря, к себе. Вот. И, на мой взгляд, это ни в коем случае нельзя игнорировать. То есть, на мой взгляд, нельзя, чтобы вы ставили под сомнение то, что вам нужно, какой бы моральной страной это не обладало. Вот. Потому что, иначе будет капец несовлетворен. Я хотел бы обратить ваше внимание, также, ещё на то, что, на мой взгляд, Ваши отношения с девушкой слишком сильно завязаны на интимных отношениях. Вот. Конечно, вы можете здесь со мной быть не согласны. Это ваше право. Я ни в коем случае не хочу вам навязывать своё мнение. Вот. Но мне так вот кажется, что, как бы, у вас отношения строятся, ну, вот, в основном, да, на сексе. Вот. То есть, на мой взгляд, это не очень хорошая основа для отношений, на мой взгляд, всё-таки куда лучше. Когда отношения выстраиваются всё-таки, ну, в том числе и на основе духовных аспектов. Вот. И, возможно, вам имеет смысл просто пересмотреть свои взгляды на то, как вы выстраиваете отношения, вот, вообще на то, как вы их выстраиваете, на то, как вы выстраиваете. Ну, на основании чего они выстраиваются. Вот. Отношения, я имею в виду, ваши с тем, чтобы в будущем таких моментов не возникало. Потому что, если вы, к примеру, готовы к экспериментам в сексе, а девочка к этим, ну, к экспериментам не готова, вот, то это говорит о том, что, ну, у вас всё-таки разные представления об институте, разные представления о том, что, например, вы хотите что-то, что она хочет, например, и так далее. Вот. И, понимаете, вы ведь девочку выбрали свою, вы выбрали её не случайно. Вы выбрали её, потому что, ну, вас что-то связывало. На мой взгляд, вот, нужно обратить на это внимание, вот, и подкорректировать эти аспекты. Потому что, в будущем вы можете повторить такую же ошибку, выбрав партнера человека, который не разделяет ваши взгляды, ваши ценности. Вот. И, в итоге, он и вы будете страдать. Вот. Я не думаю, что это то, чего вы для себя хотели бы. Вот. Я не думаю, что это то, что вам, ну, это то, чего вы достойны. Вот. Я думаю, что каждый человек достоин тех отношений, в которых он мог быть чувствовать себя максимально свободным, максимально, максимально свободно, максимально раскрепощённо, вот. И чувствовать, чтобы отношения максимально помогали ему в поднании себя, вот. А в вашем случае девочка, как бы, выступает ограничителем. И очень важно, на мой взгляд, понять, почему так происходит. Если за этим, если за этим какие-то, ну, какие-то ваши страхи, например, если за этим что-то, в общем. Если есть, то, соответственно, с этим нужно разбираться. Вот. Дабы в будущем, как я и сказал, вы выстраивали отношения всё-таки более сознательно. Вот. В принципе, такой ответ я могу вам дать. Обратите внимание на то, что вы спрашиваете у нас, как бы, советы. То есть спрашиваете, вот, что мне делать. Вот. Что косвенно намекает на, вероятно, вашу, опять же, неуверенность в себе, потому что, ну, вы, исходя из вашего, ну, исходя из вашего текста, вы готовы просто последовать за советом человека. Вот. Почти вам не знакомого. Вот. Мне кажется, это не та позиция, которая может сделать вас счастливым. Потому что со своей жизнью нужно оправдаться на себя. Если вы не можете, если вы боитесь, если вы не привыкли это делать, то я полагаю, что вам можно помочь в этом. Вам нужно помочь в том, чтобы вы научились к себе прислушиваться. Вот. Если же вы не можете этого сделать, то, ну, сами. Вот. То вместе с психологом, я думаю, вы можете научиться. Вот. То есть в процессе консультирования. Вот. А вот так вот, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что для нас это было полезно. Я надеюсь, что вы сделаете, ну, сделаете выводы. Я надеюсь, что вы эм... промысляете над тем, что, эээээ... Ну, над тем, что я сказал. Вот. Ииии, я надеюсь, что и когда я из этого решите, что вам делать дальше. вот. Ну, а мы вам в любом в любом случае мы вам поможем в любом случае, мы вам поможем разобраться с... в... Я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам найти внутреннюю опору, внутренний стержень для того, чтобы двигаться дальше по жизни. Всего вам самого доброго и удачи.